Штаб сержант Нанс расстроен подписанным приказом о его отставке. Хотя минуту назад был в отличном настроении и всячески отказывался продолжить службу. Если был не готов уходить, для чего тогда вообще подавал рапорт на увольнение? Ты не настоящий солдат, если не отдаешь воинское приветствие при каждой встрече с американским флагом. По оценкам НАСА, они устремляются в воду с неравновесной скоростью. Перед ударом их скорость замедляется. Корабли пришельцев замедляются непосредственно перед столкновением с водой. Почему они не сгорели при вхождении в слои атмосферы? Если их конструкции настолько хрупкие, что достаточно взрыва бензоколонки, чтобы подобный летательный аппарат развалился на куски. Инфракрасные снимки, полученные из телескопа Хаббл, показывают, что внутри есть центральный объект. Если телескопу Хабблу все же удалось произвести снимки подлетающих пришельцев, почему это было сделано только на границах с атмосферой, а не заблаговременно. И как-то мало верится, что пришельцы сумели искусно замаскироваться под астероиды, да еще так, что все космические службы мира не сумели распознать в астероидах конструкции, напоминающие космические корабли. Такую оплошность военным Земли нельзя простить. Ты сам только что видел в прямом эфире пришельцев, еще задаешь такие тупые вопросы. Клише, командир не командир, если перед боем не подбадривает бойцов пафосной речью. И еще этот нелепый лозунг «Отступление, черт вас 2». Отступление – это тактически оправданный приказ командира. Но этим американским Рэмбо чувство собственно неоправданной крутизны затмевает здравый смысл такого важного военного маневра, как вынужденное или спланированное отступление. Хотя очень смешно наблюдать, как на протяжении всего фильма морпехи кричат этот лозунг, но при этом только и делают, что отступают, прикрывая свое бегство спасением пару-тройки гражданских. Капитан, это не учение. Удерживайте линию. Вы меня поняли? А то он сам не понимает, что это не учение, видя все, что вокруг происходит. Такие настолько бездарные тупые диалоги еще поискать надо. За рулем сильно обгорелая девушка, но кресло автомобиля без малейших признаков возгорания. С чего это вдруг пришельцы решили притаиться? Когда с самого начала нападения они ни от кого не прятались, а в открытую шли в наступление, расстреливая всех подряд. Клише людей насторожил опасный звук, результатом которого стало непременно домашнее животное. Но через секунду, после того, как народ расслабился, происходит неожиданное нападение злодеев. Зажигательные снаряды пришельцев с довольно странными пробивными способностями. Они не в состоянии прострелить обшивку обычного автомобиля, однако через секунду они в легкую пробивают армейский бронешлем Пассейдж, состоящий из 19 слоев Кевлара. А тут явно был конкурс на самого пьяного оператора. После 20 минут фильма от постоянной трясучки камеры глаза на бекрень. Данный тип съемки создает не эффект присутствия, а только эффект раздражения. У пришельцев что, клаустрофобия помещений? Стоит только морпехам укрыться в доме, как по ним моментально прекращается вестись огонь. Я завел вас в эту ловушку. Вас сюда привел приказ командования. Его хоть чему-нибудь учили в академии? Или только в панику впадать? У Нанса на шлеме одеты защитные очки. В следующем кадре они куда-то пропадают. Более везучего момента для сюжета трудно себе представить. Напуганным до смерти морпехом при первом контакте встречается только один пришелец. Столкнулись бы они с дюжиной подобных тварей, и на сюжете картины можно было бы ставить крест и заканчивать фильм. И чего он там один прятался в этом бассейне, пока его собратья сжигают Лос-Анджелес? Не как в дезертиры подался. Морпехи двигаются без укрытия прямо по открытой улице, прекрасно зная, что враг атакует с возвышенности. Вот что мешает двигаться, примкнув к зданию, тем самым обеспечив себе надежную защиту со спины. Но вот опять пришельцы без причины затаились. Если их цель молниеносная атака и максимальный вывод из строя боевых частей землян, тогда почему они дают передышку дезориентированному и напуганному противнику? Цех сержанта Элена Сантец, ВВС. Цех сержант? Что вы тут забыли? Мартинес удивлен, что на поле боя с противником, применяющим внеземные технологии, присутствуют технические специалисты от армии. А когда, по его мнению, еще изучать инопланетную технику, если не во время боя? Особенно, когда полным ходом проводится истребление человечества. В момент атаки бойцов ровно 12. После того, как морпехи укрылись, к ним еще присоединилось 5 человек. Но когда они покидают здание, бойцов становится 14. Трое куда-то бесследно испарились. Вторжение всего как сутки в активной фазе, но полицейский участок выглядит так, словно его месяцами расхищали вандалы. У нас есть место для четверых и только! Вертолет Белл Хьюи-1 в состоянии перевозить до 14 человек. Учитывая, что сейчас в вертолете всего 8, можно было смело забирать еще шестерых. Блин, еще на брифинге было сказано, что в атмосферу Земли вошли не астероиды, а механизмы. Как целая армада пришельцев смогла пересечь, возможно, не одну солнечную систему и долететь до Земли без летательных аппаратов. Но Мартинес все равно удивлен. Был лучшим на курсе, но считать так и не научился. Мартинес потерял 9 человек, а не 4-х. Четверо погибли при первой атаке, пятого утащили пришельцы и еще четверо в сбитом вертолете. Тот на крыше смахивает на лидера, так что теперь у них есть командование. Как и у муравьев Кернс. Да, сравнение прямо в точку. Приравнять высокотехнологическую расу к муравьям. Но тогда Марпеху должно быть стыдно за свой биологический вид, который уделывают муравьи, прилетевшие на боевых кораблях. Ветеринар тут как раз кстати будет. Гибрид механики и внеземной органики, конечно, очень схож с домашними животными. Да и в отряде есть полноценный полевой врач, который может дать более объективную оценку при изучении инопланетного тела. Наблюдать за противником и проморгать, как он по открытой улице подкрался к вашей позиции, да это не Марпехи, а стыд божий. Клише в опасный момент начинаются перебои с электроэнергией. Здесь его слабое место, там где у нас сердце. Как это Нанс пришел к выводам, что жизненно важный орган пришельца находится там, где у человека сердце, если строение и размеры тела людей кардинально отличаются от инопланетян. Вооружение по-моему вживлено хирургическое. Довольно странно, что пришельцы представляют собой смесь живого организма и вживленных металлических деталей, таких как оружие. И при этом важнейший орган не защищен металлической броней, да это же в разы могло повысить неуязвимость организма. Видно, что бомбежек со стороны пришельцев в этом месте не было. Тогда почему все машины грязные и в копоти? Словно они тут простояли несколько месяцев, а не пару дней как в действительности. Да и манекены как-то не похожи на настоящие тела. Держишь стрелковым оружием на прицеле дохренительно огромный корабль противника? Да, герой, ничего не скажешь. Глупее не придумать. Дроны реагируют на любой радиосигнал и как слепые котята двигаются непосредственно к источнику. Тогда что мешает военным создать участок с радиоизлучателем, привлекать корабли противника и без каких-либо проблем сбивать их? Актер Аарон Экхард малость запаздывает со взглядом, провожая нарисованный дрон пришельцев. Клише бензоколонка взрывается подобно складу с боеприпасами. Вы сказали, это был беспилотник? Точно. Система контроля управления у них, видно, крутая. Мне было поручено рассчитать для АИС параметры удара. Координаты для ракетного удара по командному центру. Но мы упустили объект. Сантос при первой встрече с Мартинесом упоминала, что ранее был обнаружен радиосигнал командного центра. Как они его могли потерять, если при управлении целой сотней эскадрильей беспилотных дронов должен идти такой мощный радиосигнал, что его запросто можно засечь не то что в черте Лос-Анджелеса, но и на краю вселенной. Автобус остановился за сотню метров от эстакады, но трогается уже почти вплотную к ней. Разумеется, инопланетной мощной пушке требуется время для разогрева, во время которого нужные для сюжета герои успевают сменить позицию до того, как пушка произведет по ним выстрел. Пришельцы при помощи ракетницы взрывают мусоровоз, на котором разместились морпехи. При смене ракурса мусоровоз не то что не пострадал, да у него даже лобовые стекла не потрескались. Проектированием данной пушки занимался явно пацифист. Неповоротливая, да еще с медленно летящими ракетами. Все, что нужно, чтобы живая цель покинула зону поражения. Пока лейтенант прощается с сержантом, пришельцы проявляют нечеловеческую гуманность и прекращают стрельбу. Мартинес находится вместе со взрывчаткой у передних дверей, но подрыв происходит строго посередине автобуса. Да и передний вход остался целый. Если какая-то новая информация профессор ставит, они используют нашу воду, как топливо, и уровень океана уже понизился. Так, а вот здесь стоп. Пришельцы сутки как на земле и уже израсходовали объем мировой воды так, что это стало заметно? Как бы не так. Во-первых, чтобы получить хотя бы приблизительные цифры о изменении уровня воды на планете, требуется не один год собирать данные радиолокационной альметрии с орбитальных спутников. Так что профессор мог заметить уменьшение уровня океана только в своей голове. Во-вторых, какой смысл нападать именно на Землю, если пришельцы при проведении боевых действий поглощают колоссальные объемы воды, которые с легкостью могут закончиться еще до окончания войны с землянами. В-третьих, почему всегда высокотехнологическая разумная раса выбирает затратный путь войны, а не путь науки? В-четвертых, вода – чрезвычайно распространенное вещество в космосе. Почему пришельцы со своими продвинутыми технологиями не добывают воду с планет именуемые ледяные гиганты? Льда на подобных планетах в избытке. Топи, не хочу. В-пятых, в чем смысл атаковать целую планету, где обитает разумный биологический вид, обладающий военными технологиями, благодаря которым может успешно противостоять инопланетным атакам. Атаки подверглись 20 городов 17 стран. Как за сутки были полностью разбиты боевые части крупнейших городов США и мира, если небольшой отряд морской пехоты без поддержки авиации и бронетехники вполне результативно держал оборону и уничтожал противника без каких-либо трудностей? И вы считаете, что именно эта хреновина управляет беспилотниками? Да, уничтожив ее, мы лишим их авиации. Откуда у Сантос такая достоверная информация, что после уничтожения командного центра противник будет лишен авиации? Никаких исследований по данному вопросу не проводилось. Командными центрами данные штуковины окрестили люди. В реальности этот объект может отвечать за что угодно. При одном шансе из миллиона, что сюда доберемся, мы добрались, а тут ничего нет. Я знал, что Нанс не вытащит нас. В отряде одни нытики и моральные уроды. Сержант довел их до базы живыми, не в его же силах, что базу разбомбили пришельцы. Это-то тупоголовые солдафоны должны понимать. База полностью разрушена, но с подачей электричества полный порядок. Они уже создали плантар. Имлей только что не мог разобраться в армейских картах, но взглянул на секунду в прицел, как Махом определил тактическое положение инопланетной расы. Какое везение! На раздолбанной базе находится вполне себе целая техника, да еще и укомплектованная на полную катушку. Удача следует за нашими героями прямо по пятам. Мало того, что вертолет попал в радиополе командного центра, так последний еще и окружен огнями уличного освещения, что делает его легко заметным с воздуха. Просто удивительно, после массивной бомбежки до сих пор исправно работает система электроснабжения. Сантос, где бы вы разместили командный центр, чтобы получше его защитить? Под землей? Лучшее место не под землей, а в глубоком тылу, где точно неоткуда взяться разрозненным боевым группам противника, которые могут случайно обнаружить важнейший стратегический объект. Имлей спустился с вертолета без гранатомета, но у командного центра у него с собой уже есть гранатомет. Чтобы морпехи выполнили поставленную задачу, все пришельцы как по команде обзавелись косоглазием. Теперь они знают, что мы здесь. И при этом пришельцы не торопятся прилететь на защиту командного центра, а приспокойно позволяют морпехам приготовиться к атаке. Учитывая, что поблизости в небе масса кораблей, доставить войска для защиты центра у пришельцев заняло бы пару секунд. Будем надеяться, что еще могут выпустить ракеты земля-земля. Координаты есть? Параметры удара ВВС. Сюжетная дыра. Сутки назад Сантос утверждала, что они потеряли сигнал командного центра. Однако сейчас при ней заранее подготовленные координаты точного местоположения центра. После попадания ракеты до пришельцев доходит, что пора перебазировать командный центр при помощи прикрепленных дронов. Какого хрена этого нельзя было сделать раньше, как только рядом с центром были обнаружены солдаты противника? Совершенно непонятно, как с такой скудной стратегической дальновидностью алиены осуществляют успешный захват целой планеты. Очередная гуманность со стороны пришельцев дают возможность солдатикам в спокойной обстановке насладиться попаданием крылатой ракеты. Клише у технологически развитой расы за боеготовность отвечает один командный центр, уничтожив который можно переломить ход войны. Неужели нет возможности перебросить управление лос-анджелевскими дронами на командный центр в ближайший город? Что за пиратское программное обеспечение установлено на этих центрах? Простите? Дерьмовый софт. Ага. Пришельцам хватило интеллекта добраться до нашей солнечной системы с миллионной армией и скоординировать атаку на всем земном шаре. А вот просчитать сценарий возможного уничтожения командного центра и как вариант создания резервной системы управления, у них разумеется мозгов не хватило. Нанс идет в атаку с пистолетом, при смене кадра он его только достает. Первого пришельца с трудом одолело четверо солдат, ведя огонь почти в упор. В финальном же сражении сержант Нанс, прокачав своего персонажа до максимального уровня и перераспределив умения на огнестрел, косит головастиков с обычной береты чуть ли не с одного выстрела. Совершенно непонятно, почему отступают пришельцы, если наземные силы полностью боеспособны. О том, как вы разгромили командный центр, скоро узнают в каждом подразделении, в каждом городе. Кто бы мне объяснил, как информация об уничтожении одного командного центра поможет остальным городам обнаружить аналогичные центры управления, если сержант Нанс обнаружил место положения центра совершенно случайно. Бойцы перевооружаются и готовятся снова идти в бой? Понимаю патриотизм и все дела, но предел человеческого организма никто не отменял. После двух дней тяжелейших боев, бесна и отдыха, все бойцы как минимум должны иметь разного рода контузии и прочие последствия небоеспособности организма. Я таких придурков немало повидала.